Почти как раньше в стране возобновили работу частные стоматологические кабинеты, парикмахерские и салоны красоты. Открытие последних радует не только представительниц прекрасного пола, но и сильного. За это время многие наловчились сами себе стричь, укладывать и даже красить. Благо теперь с этим покончено, поделились граждане с Дарьей Букатарь, которая по секрету сама заждалась визита к стилисту. Два месяца при остановке работы в парикмахерских почувствовал на себе, наверное, практически каждый. Ведь это не только возможность прихорошиться, но и своего рода приятное времяпровождение. На многих девушках, однако, в этот период можно было заметить свеженький маникюр или красивую укладку. Как им это удавалось, остается секретом. А вот не секрет, что мне уже давно пора подровнять кончики. Заглянем в один из столичных салонов, узнаем, как это можно делать. Здравствуйте, мы с Примой Молдовы хотим узнать, как сейчас работает ваш салон. Расскажете нам? Здравствуйте, рада вас видеть. Конечно, с удовольствием. Давайте поверим температуру только вначале. Теперь здесь так. В своей очереди ждешь на улице, при входе дезинфицируешь руки, тебе мерят температуру, а у кресла ждут работники в масках, перчатках и медицинских халатах. Нет, не врачи, а стилисты и парикмахеры. Это их ежедневная экипировка. Проблема была не только все это найти, но и оплатить после столь долгого перерыва, говорят администраторы салона. Бесконтактный термометр дорого. Халаты одноразовые. Вроде сумма недорогая, но тогда это получается в количестве, получается дорого достаточно. Естественно, то есть для открытия одного салона нам потребовалось около трех тысяч лей. Но главное, клиенты вернулись. Они тоже в масках. Без них сюда и вовсе не пускают. Не совсем комфортно и тем, и другим. Но что поделаешь. Когда работает мастер, немного приходится одной рукой придерживать маску, другой рукой стричь, поэтому немного это напрягает. Но мы с этим справляемся. Напрягает, но все лучше, чем оставаться закрытыми. Стрижка, покраска, в общем, все, что связано с волосами, теперь стало доступным. Однако есть все же услуги, на оказание которых пока зеленый свет не дали. Со стороны государства поступил запрет на опоздание услуг ногтевого сервиса. То есть в нашем салоне, к сожалению, на сегодняшний день мастер, предоставляющий услуги ногтевого сервиса, пока временно не работает. А вот здесь о ногтях не думают. Сюда, в принципе, женщинам вход заказан. Барбершоп – это своеобразный мужской клуб, где вам подстригут не только волосы, но и бороду. Правда, с последним бородачам тоже придется подождать. Мы сейчас сняли, так скажем, с производства бороду и окрашивали, тонирование бороды. Сейчас нельзя заниматься стрижкой бороды? Ну, если вот весь контур в маске, если растет до глаз все, то можно убрать. Но маску, так скажем, нельзя снять. Поток клиентов сейчас высокий. Со свежими стрижками уже сегодня можно было увидеть многих мужчин. Радостные, все как один. Вау, вы открылись, слава богу. Ну, рост, так скажем, процент более увеличился. Мы рады этому и стараемся соблюдать все нормы. Впервые спустя два месяца открыли свои двери и частные стоматологические клиники. Начинают работу постепенно. Сегодня консультировали и брались за неотложные случаи. Полноценную работу собираются начать с этой недели. Дантисты не просто в масках, но и в защитных экранах. На руках стерильные перчатки. Принимают только по предварительной записи, во время которой вам устроят допрос с пристрастием. Поинтересуются всем. От общего состояния здоровья до контактов и места пребывания в последнее время. По рекомендациям Ассоциации стоматологов Молдовы, каждый пациент заполняет специальный бланк. Изучив опросник, стоматолог сам принимает решение, примет ли он этого пациента. Если да, то ждать приема больной будет в обеззараженном на уровне ионов в кабинете. Кварцевые лампы также разместили и в зале ожидания для максимальной защиты. Используют только по инструкции. После каждого посетителя врач дезинфицирует кресло и все, к чему мог прикоснуться пациент. Кабинет проветривается. Только после этого войдет следующий.